Добро пожаловать к нашему следующему докладу. Почему 3D-напечатанная одежда с помощью трёхмерных принтеров — это не будущее? Докладщица Корфюрстен. Докладщица Корфюрстен. Докладщица Корфюрстен. Докладщица Корфюрстен. Докладщица Корфюрстен. Ребекка, которая тоже известна по имени Корфюрстен, работает в модной индустрии и занималась компьютерными симуляциями и реализмом. Я желаю вам много удовольствия. Добро пожаловать, Ребекку! Так, вот у меня ещё почта, но давайте не будем задерживаться. Добро пожаловать! Я очень рад, что вы здесь все. И в стриме тоже. И ещё больше почты. Да, очень много. Очень много происходит. Система почты работает. Мой ток означает, почему... В моём токе я объясняю, почему 3D-напечатанная одежда не работает, и что должно произойти, чтобы это была реалистическая опция. И я, как техник одевания, и если кто-то не знает, что это означает за слово, нужно это представить себе так. Если кто-то одежду изготавливает, то есть и дизайн. Но производство, оно происходит совсем в другом месте. Кто-то сделал дизайн, вот, как на картинке, где можно что-то увидеть, но немного. И идёт с этим к продукции. Делайте, пожалуйста, это. Но фабрика, она спросит, где таблица. Ей нужна информация, а дизайнер спросит вас, а продукция спросит после этого, что? И после этого конец, потому что продукции нужны ещё больше информации, какие размеры, сколько штук, какие машины для этого, что должно быть написано на лейбелах, как правильно ухаживать за этим, чистить и так далее. И всё это не знает дизайнер. И между дизайнером и продукцией как раз вот этот вот техник одежды, и она как бы интерфейс между этими двумя людьми. И она объясняет и изучает, как коммуницирует, где это должно произойти, что там за материалы должны будут использованы. И этот вид реалити-чек я точно так же променил к технологии трёхмерной печатки и трёхмерной распечатки. Они очень много флексивности принесут в бранч моды индустрии. Несколько лет назад ещё немножечко более круче были такие предложения, как то, что в 2020 году у каждого дома будет такой принтер. Но сейчас уже осторожнее говорить о том, сейчас уже долгожительность, долговечность уже большая тема в индустрии одежды. И спрашивается, это действительно ли правильный ответ на это. И уже существует трёхмерно напечатанная одежда. Это не совсем новый феномен. Вот есть даже примеры. Я три примера покажу вам. Например, креации Денита Пелега. Она целую коллекцию из пяти частей напечатала трёхмерным принтером. Вот это ансамбль из двух частей, которые вы видите. И этот рок был напечатан десктоп-принтером, который печатает в максимальном размере А4. И он, этот рок, он достаточно флексильный. И можно тянуть этот рок. И этот рок, поэтому у него качество как у пружинки, у юбки. И это лимитированная, ограниченная. Выпуск ограниченный. Пять тысяч экземпляров всего лишь нет. Меньше экземпляров стоим один экземпляр пять тысяч долларов. Вот один другой пример. Это от Nervous System Kinematics. И вся площадь состоит из маленьких треугольников, жёстких. То есть, этот материал, он жёсткий, но соединён в виде треугольников. И поэтому, когда шевелишься, начинает звуки сдавать. Похожая креация, это то, что, как вы справа видите. Третий пример, это Pangolin Dress. Драйвис Фитч тоже состоит из модулей, из модулей, которые могут двигаться друг на друге, прикрывать друг друга. И из-за этого происходит флексильность, и можно двигаться в одном костюме. И Трайвис Фитч участвовал в создании этого платья. И эластичность тоже существует тут. И я спросил, а как с цифрами? И я предложил в лаборатории эти структуры проанализировать, чтобы выяснить, как эти атрибуты действительно выглядят. В моде, в шоу-модах очень много других примеров. И это, конечно же, не одежда повседневная. Это единственные экземпляры, из много-много частей состоит, более трех тысяч, которые должны вручную быть соединены. И вопрос, который мы хотим себе поставить сегодня, это же действительно должен как-то касаться посредневной одежды. И я ставлю вопрос, какие атрибуты должна такая одежда иметь. Это одежда, которую мы одеваем каждый день. И при каждой возможности одежда должна быть уютная. А как уютная одежда можно выяснить с помощью удобства ношения. И если я худи здесь одену, то это хорошо подходит к конгрессу. Но если это другие конгрессы были, то я бы другую одежду одел бы. И если кто-то одевает костюм утки, это очень специально для этого контекста предназначено этой группы. В этом контексте очень уютно себя чувствуют люди. Но в то же время, при другом контексте, в той же одежде, люди бы чувствовали совсем по-другому. И это психологический аспект. Кроме того, одежда может создавать неуютность. А вторая часть – это экологический аспект. Нужно же соблюдать, что люди в виде пота холодят себя. И какая-то одежда пропускает. Такой пота, другой нет. И еще один аспект – это эргономические, эргономика. И в особенности свобода передвижения. И какая широта или как узкая. Какая-то одежда. А во-вторых, еще эта свобода движения, она определена эластично от материалов, которые были применены. И, кроме того, нужно еще соблюдать, что части, например, у локтя не должен ломаться этот материал. И, кроме того, нужно выбрать материал, который эластичный, который возвращался в исходное состояние. Если материал не эластичный, то этот материал неподходимый для этой одежды. Нужно это все соблюдать. И я думаю, что если в трехмерном принтере выяснить все эти аспекты, то я могу комфорт увеличить. И трехмерная напечатанная одежда может быть немножко уютнее и комфорт увеличен. Эластичность, как она происходит вообще? Во-первых, материал сам, он может эластичность проявлять. Очень типичное отношение – это 89% хлопок и 11% эластана для такого материала. А вторая возможность – это через структуру. Например, через сетки. И если тянуть с одной стороны, то форма немножечко меняется. И таким образом можно создать площадь, которая эластична даже с материалами, которые сами по себе не имеют высокую эластичность. Например, с хлопком это работает. И если это применить к площадям, которые напечатаны в трехмерных принтерах, можно, например, выбрать эластичные материалы, которые, например, это термопластичный полиаретан ТПУ. И этот материал, он имеет химические причины, почему он такой эластичный. Но кроме этого еще и форма, структурная эластичность, она тоже может быть причиной эластичности. Как это действительно будет выглядеть в конце, это зависит от того, как эта одежда напечатана. Вот, например, один такой метод это FLM, Fused Layer Modeling, и один филамент, то есть такой материал, который применяется при печатании. Он нагревается и становится жидким, и он его подводит через маленькую дырку и печатает таким образом. И когда этот филамент печатается, нужно уже заранее создавать эту структуру с помощью вспомогательными колонками. Эти колонки потом будут удалены после печати. И если тянуть в эту структуру, то она становится длиннее, но сложные геометрии, они невозможны с помощью этого метода. Потому что эти структуры, которые создаются, их нужно, если их укорачивать, отрезать с помощью ножниц. Кроме того, есть другие вспомогательные структуры типа PVA, но температура исплавления не подходит. В этой структуре будет 215 градусов, это неправильная температура для печати с помощью PVA. То есть в современных принтеров это пока еще не работает, но я надеюсь, что это скоро может быть опция. Другая опция это SLS, Selective Laser Sintering, то есть печать с помощью порошка. И слой, этот лазер, есть один лазер, который исплавляет один слой порошка. И не нужна вспомогательная структура, потому что этот порошок может быть именно там напечатан, где он нужен будет в конце. И можно обойтись совершенно без вспомогательных структур. Левая и правая структуры этих троих, которые я сама могла испытать, они были напечатаны с помощью печати порошка. Я в разных размерах их напечатала, и более маленький вариант, он имеет, они двигаются немножечко получше, эти маленькие модули, и они двигаются из-за этого очень хорошо. А другая модель я не могла создать дизайн, как хотела, поэтому у меня не было так много возможностей. И я сделал несколько вариантов, чтобы исследовать, какой из этих вариантов, какие там варианты, как можно испытывать. Когда пытаются удостовериться с помощью машины для испытания на растяжение, растяжимость, то берут только мелкую полосу и диаграмму. С одной стороны мы смотрим на изменения в длине в процентах, а с другой стороны мы смотрим на силу, которую мы должны были вложить в это. И это, конечно же, не постоянно, потому что если я оставляю этот материал в этом положении за долгое время, он преображает эту форму. И наоборот тоже. И я все это провел с моими всеми вариантами. И нужно, конечно же, средние, средние, средние установить. И нужно же как-то оценить эти цифры, хорошие цифры или плохие цифры. И вот диалог текстиля. Это не норма, это не закон. Одежда не должна иметь эти атрибуты, но это рекомендация, что они должны выдерживать брюки или юбки, они должны немножко побольше силы выдерживать, чем куртки или трусы. И я эти числа сравнил друг с другом. И максимальные значения, они не надо слишком много сил прикладывать, чтобы одежда разорвалась, что не очень хорошо. То есть, эти структуры, которые мы туда пытаемся имплементировать, из моих чисел, в итоге вышло, что важные значения имеют это величина элементов, способ, с помощью которого мы достигли лучшие результаты, немногие свойства самого материала. Интересный фактор, который мне и который я заметила, программа слайсинга. Например, я разделяю мой объект, 3D-объект, на уровне. И, во-вторых, информация для каждого шихта, где что должно быть на каждом уровне. Например, нижний слой будет полностью заполнен. Например, защита от воды. Путь от 3D-принтера будет полный. Следующий уровень будет поменьше. Существует очень много программ, и есть ограниченные возможности, что там можно установить. И я посмотрел и поняла, что структуры, которые по определенному пути прошли, например, этот крест и потом назад, можно точно видеть, что он сломан на этих местах. Немного срослись друг с другом. Один перешел немного в другой. И все слои 3D были порваны на предопределенных точках перелома. На этих местах, которые указаны на слайде, необходимо применить силу, чтобы разорвать этот материал на втором уровне. И этот шихт показывает более меньшую упругость, разрывоустойчивость. Зависит от того, где применяется сила. Получается, что проще или сложнее разорвать материал на этих местах. Теперь у меня 8 различных структур, которые я проверила. И можно сказать, что платье 3D-одежду не особо рекомендуется печатать. И из всех способов печати, которые подкрепляются данными. Можно еще посмотреть на более глубокий уровень, на молекулы. Некоторые структуры имеют более прочную структуру. Например, хлопок, определенное положение молекулярных ячейк. Например, аморфные или в области кристаллов ячейк молекул, которые их представляют. С правой стороны, в этих спагетти, мы видим, что в определенных моментах они совершенно в случайной форме, и она другой в определенной, и сами по себе многие части имеют правильную форму. Уровень кристаллизации зависит от... Материал становится более жидким, и через сопло или через дюзу протекает. И это влияет на итоговый материал. Например, насколько быстро кристаллизируется материал. От этого зависит материал. Например, материал нагревается, и цель — достичь наиболее высокого охлаждения и, таким образом, антиразрывания. На первые два уровня влияет этот способ. Мы хотим, чтобы на первых двух слоях наиболее прочные, быстро кристаллизирующиеся элементы были. Уровень над этими уровнями будет лучше кристаллизироваться, если уровни до этого уже готовы. И в этом результате наши структуры получили лучшие результаты. Еще раз были эти нити, пропущенные через определенные сопла, молекулы еще лучше устанавливаются в определенном направлении, как вы видите. И это показывает, почему определенные нити получаются лучше. Интересное свойство, что у них хорошее свойство сохранять тепло, теплоизоляция. Как мы видим на этой фотографии через микроскоп, отдельные элементы трудно разобрать, потому что они сначала нагреваются, потом охлаждаются, и пот сначала нагревает их, и за счет теплоизоляции хорошо отводит тепло от тела. Некоторые вещи не могут быть позволены с помощью трехмерных напечатанных структур. У нас есть широкий выбор. Свобода дизайна, например, в обуви. Нет, не в обуви, а в... Есть потенциал, например, в рамках дачков для всяких там приколов и все. В теории это экологично достаточно и долговечно. И это противоположие к традиционному изготовлению одежды. Если можно эффициенцию увеличить на 90%, то это хороший очень аспект трехмерной печати. И материалы, они могут быть... Снова использованы. Ресайклинг — это тема, которая в традиционной индустрии трудно очень. Отдельное изготовление на заказ. Возможно, массовое изготовление может быть. Можно принтеру сказать, что уже заранее немножечко побольше материалу здесь присутствовать с помощью... А когда используют простое вещество, то это невозможно. Можно провода, эллидишки, светодиоды... Как-то встраивать в этот продукт. Но это еще все экспериментально. Один хороший аспект — это одноприбыль. Это, может быть, что все может быть изготовлено в одном... На одном месте. В отличие от традиционного изготовления, где каждый шаг где-то в каком-то другом месте совершается. Но в одном месте это можно только производить, если все помещается в операционную комнату принтера. в помещении. Вот Camionet X Fold — это технология, которая уменьшила размер. Платье на 85%, потому что она печатает уже в складанном виде. И это... Ее нужно раскладывать в последнем шагу. Недостатки — это то, что может рваться легко. Структуры, они достаточно грубые. Нужно, чтобы что-то было очень мелко, чтобы чувствовалось... Материал очень тонкий, чтобы хорошее ощущение на коже было. И комфорт пока не такой высокий, если мы его печатаем с помощью трёхмерного принтера. Сохранение теплоты еще не давно — это только в едином производстве. стирать еще нельзя эту одежду. Кроме того, как закрывать застёжки, как можно всё печатать в одном процессе и включать в этот процесс застёжки. То есть комфорт еще не дан, и еще нету решений, как имитировать это... Как структуру изменить так, чтобы и материал печатать так, чтобы имитировать это. То есть сейчас, в данный момент, мы не можем печатать. Но это не означает, что мы должны приставать изучать эту тему. Но не надо при этом забывать базовые функции, что такое функция одежды. И те экземпляры, которые я показал в начале, они очень красивые. Но, пожалуйста, не забывайте, что нужно, чтобы одежда крыла закрывала нас и была экологически справедливо произведена. Я думаю, что это немножечко трудно устраивать переворот в индустрии одежды, потому что эта индустрия, она очень-очень консервативная. Я думаю, что нужно изучать эту тему, не забывать функции одежды. И нужно устраивать революцию эту индустрию в других аспектах, но это еще, наверное, будет немножечко длиться. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. Это была очень интересная презентация, но у нас нет времени на микрофон. Спасибо за слушание, за прослушивание. С вами были Макс и... Спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...